Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы. Если смогу, конечно. Я решил немножко переформатировать эту рубрику в своем блоге. Во-первых, я буду отвечать на пять самых популярных вопросов по итогам недели просмотров. Вопросов к каждому блогу. И буду отвечать прямо в комментариях письменно. А каждый месяц я отберу пять самых интересных и самых сложных вопросов для специального выпуска. Вот сейчас я так и попробую. Давайте, поехали. Михаил, какое ваше мнение по поводу выборов Зеленского и почему Путин его не поздравляет? Ну, вообще-то я на месте Зеленского этому порадовался, потому что в прошлый раз Путин поздравил Януковича и чем-то все закончилось. Ну, а если говорить серьезно, то легче ответить на вторую часть. Тот факт, что Путин не поздравляет Зеленского, означает, что Зеленский не такой уж проект Кремля, как это всем пытались представить. И вообще, украинские выборы стали показательными по очень многим аспектам. Ну, первое. В украинском обществе, а оно достаточно похоже на российское, есть гигантский запрос на обновление. Зеленского во многом избрали, потому что он никогда не был во власти. Люди устали от одних и тех же лиц и в ситуации честных выборов голосуют за нового человека. И, кстати, Путин этот урок из избрания Зеленского, боюсь, что тоже вынес. Так что новых людей не ждите. Второе. Украинское общество устало от мобилизации. Порошенко построил свою компанию на воинственной риторике и проиграл. Люди устают от войны. Неважно, от войны справедливой или войны несправедливой. Но обычным людям хочется просто нормальной и спокойной жизни. И это свое желание они связали с Зеленским. Вот, кстати, здесь тоже есть важный урок для российского общества и политического класса. Как мы видим по соцопросам, россиянам тоже надоедает война. Ну, в частности, война в Сирии. А 9 мая люди хотели бы превратить из дня военных парадов в день скорби и памяти. Ну, третье. Выборы все больше становятся шоу. И политикам все больше требуется квалификация шоумена. Я в данном случае говорю это совершенно не в уничтожительном смысле. Зеленский победил в том числе и потому, что был артистичнее, живее, искреннее, чем Порошенко. Это тоже важный момент. И для России тоже важно. Как много сейчас российских политиков готовы провести хорошую публичную избирательную кампанию. Ну, я вот думаю, что единицы. А этот навык, безусловно, будет очень востребован. Если же говорить о будущем Зеленского на посту президента, то все будет зависеть только от него. Сумеет ли он подобрать команду? Сумеет ли выбраться из того привычного коррупционного болота, в которое его будет затягивать старый украинский политический класс? Если сумеет, то у него очень многое может получиться. Но надо тоже помнить, что украинская политическая система гораздо более сбалансирована, чем российская. Власть украинского президента ограничена парламентом. И поэтому во многом политическое будущее Зеленского зависит от исхода ближайших выборов в Раду. Мы за ними все будем вместе наблюдать. Михаил Борисович, как специалист, пролейте свет. Что там могло произойти с хлором в нефти? Ну, смотрите. Хлорорганика раньше применялась для повышения нефтеотдачи пласта. Потом, в 2000 году ее запретили, из-за того, что она крайне опасна для людей и оборудования. А в мае 2012 года министр Шматко снял ограничения на использование этой устаревшей технологии. Если мы с вами говорим о дихлоретане, а судя по публичным результатам расследования, речь идет именно об этой хлорорганике, то дихлоретан действительно достаточно токсичный реагент. Он накапливается в печени человека и разрушает ее. При нагреве из дихлоретана выделяется хлористый водород, образующий при соединении с водой соляную кислоту. Она крайне опасна в таких концентрациях и для человека, и, что важно, для оборудования. Поэтому перед сдачей нефти в трубопровод ее надо тщательно очищать, что в случае с примесями хлорорганики не всегда получается. То есть разрешение на использование этих реагентов было крайне рискованным шагом министра Шматко. Ну а что делать, если технологии недоступны, а Путину надо показывать увеличение добычи. Приходится забывать про риски. Нам сейчас пытаются рассказать, что хлорорганику в трубопровод «Дружба» закачала маленькая частная компания. Насколько я понимаю, это просто не может быть правдой. Слишком большие объемы загрязненной нефти, ведь речь идет о 5 миллионах тонн. Поэтому на самом деле, на мой взгляд, существует только два варианта. Либо наш основной экспортный трубопровод – это просто шарашкина контора, которая без очистки берет любую жидкость коричневого цвета. И тогда нужно разгонять нахрен Минтопэнерго, а главу транснефти, друга Владимира Владимировича Путина, господина Токарева, отдавать под суд. Либо грязную нефть в трубопровод закачал кто-то, кому региональное отделение транснефти боится перечить. А под такое определение подходит только один человек. Это Игорь Сечин. Тем более, что загрязнение произошло как раз в Самарской области. А 5 миллионов тонн – это приблизительно треть годового производства Самарской области. Месторождений Самарской области. И именно там Роснефть добывает нефть из украденных у ЮКОСа месторождений. Так что выбор, собственно говоря, небольшой. Один из двух друзей Путина нанес колоссальный ущерб основному экспортному нефтепроводу и вообще репутации российской экспортной смеси. Какой из двух друзей это сделал и кого отдавать под суд, теоретически должно выяснить следствие. Но мы-то знаем, что оно ничего не выяснит. Для нас это важная иллюстрация, что бывает, если поделить страну между бездарными и вороватыми друзьями, а министрами ставить преданных непрофессионалов. Как считаете, армия должна быть обязательной или профессиональной? И как быть со срочниками в случае отмены обязательного призыва? Сложный вопрос. И мой ответ на него будет не очень популярным. Давайте начнем с небольшого пояснения. Когда мы говорим о призывной армии, то мы представляем себе советскую армию последних лет перед развалом. Эта армия не сильно отличалась от тюрьмы, где в лучшем случае просто терялось время. Ну, а еще и человеческое достоинство. А в худшем случае терялось еще и здоровье, и жизнь. Но призывная армия не обязательно должна быть такой. Дедовщина, голод, муштра, строительство генеральских дач – это было в СССР. Это есть и сейчас у нас. Но посмотрите на израильскую армию. Всеобщий призыв. Служат и парни, и девушки. Служат реально в боевых условиях. И служба является не повинностью, а без всякой иронии, почетной обязанностью. Армия Израиля является мощнейшим социальным и карьерным лифтом. То есть человек, который хочет чего-то добиться в жизни, получает это, пройдя армейскую службу. Но образцом для подражания я все-таки скорее вижу армию Швейцарии. Она построена на смешанном принципе. Есть профессиональные части, но есть и призыв. Призывная армия Швейцарии больше похожа на ополчение. И помимо непосредственно защиты страны, выполняет две очень важные функции. Во-первых, формирует единство гражданского самосознания в очень разной стране. Напомню, Швейцария является конфедерацией. А во-вторых, обучает граждан обращению с оружием. Эти два момента крайне важны и для нашей страны. В нашей огромной стране у обычного молодого человека должна быть школа единого российского гражданства. Место, где он, например, на всю жизнь обретет друзей из разных уголков России. И второе. Мы живем в исторической традиции узурпации власти. Гражданское правосознание вместе с навыками владения оружием – это хороший противовес попыткам узурпации. Для этого, конечно, армия должна быть совершенно другой. Как относитесь к возможному отделению некоторых республик? Например, Чечня. Сейчас там спокойно, но, как мне кажется, до первого кризиса. Считаете ли вы, что отделение Чечни, например, вызовет цепную реакцию и в итоге останется только Москва? Или все не так страшно? Во-первых, о таком сложном вопросе мы должны говорить применительно к «здесь и сейчас». Пять лет назад была другая ситуация, и еще через пять лет будет тоже другая ситуация. «Здесь и сейчас» – это скорее живучий миф, чем реальная опасность. Вот куда и как может отделиться Чечня или Дагестан, или другие национальные республики? Как будет существовать после этого их экономика? Как им обособить транспортные и энергетические коммуникации? Я сейчас даже не говорю про то, что они существуют за счет дотации из федерального бюджета, хотя это имеет место быть. Например, общие доходы бюджета Чеченской республики составили в 2018 году 75 миллиардов рублей. А безвозмездные трансферты из федерального бюджета внутри этих 75 миллиардов – 64 миллиарда. Какое же здесь отделение? Все наши производственные цепочки, все рынки сбыта, все транспортные маршруты так сложились, что при отделении теряешь очень и очень много. Кто компенсирует? Китай? Иран? Саудиты? Если компенсируют то, что просто так, очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь в первом, что будут компенсировать. И совершенно не сомневаюсь во втором. Если будут компенсировать, то очень и очень не бесплатно. То есть, из равных сограждан, граждане этих республик поступают в кабалу. Оно им надо. Отделение реально, когда оно выгодно. Экономически, политически, как угодно. Но выгодно. А я такой выгоды для республик сейчас не вижу. Но совершенно точно, что и существовать в рамках единого государства нужно только при наличии единства культуры и взаимной выгоды. Если одни существуют за счет других, такое не может продолжаться вечно. Именно этот вопрос, вопрос о едином культурно-правовом пространстве, вопрос о равенстве прав нам предстоит решать. Миф же о каком-то случайном развале, он просто постоянно используется для манипуляции. Национальные республики манипулируют федеральным центром, предлагая тому нужную ему лояльность в обмен на денежки. А федеральный центр манипулирует населением остальной России, чтобы оплачивать эти услуги, услуги электоральных султанатов. И вот с этим мошенничеством пора заканчивать. Хотел попросить вас прокомментировать ситуацию в российском образовании. Ваше видение ситуации. Складывается впечатление, что образование превращается в бизнес-проект и гонку за выполнением показателей эффективности. Образование – это еще один сложный вопрос. Ситуация в образовании, на мой взгляд, близка к катастрофической, но причин у этого много. Образование не является приоритетом для нынешней власти. Вот сравните бюджетные расходы на чиновников, силовиков или на друзей Путина с расходами на образование. Образование – 690 миллиардов в год. Чиновники – вдвое больше 1,3 триллиона. Силовики – еще больше 2,1 триллиона. Друзья Путина, прячущиеся под обозначением национальной экономики, еще больше 2,4 триллиона. И сразу понятно, что для Кремля важнее. Образование – это инвестиция в будущее страны. А на будущее Путину и его окружению абсолютно плевать. Они не хотят будущего, они боятся перемен. Да и образованные люди им только мешают. Ведь образованные знают свои права, лучше понимают проблемы страны. Ну и зачем это к кремлевской братве? Ну, конечно, открыто признавать ненужность образования власть не может. Все-таки какие-то приличия они еще пытаются соблюдать. Поэтому образовательную систему постоянно реформируют. Ведь задача перед такими реформами стоит просто как уменьшить финансирование, но при этом сделать вид, что оно увеличивается. Отсюда все эти показатели увеличения отчетности, показатели нагрузки и вся вот эта вот бюрократия. Поэтому реальные зарплаты в образовании снижаются, а средние увеличиваются. И ведь в образовании, как и везде, есть коррупция. Она уменьшает и без того невысокий уровень финансирования. А есть еще проблемы изолированности российского образования и науки от мировой. А изоляция в современном мире именуемо приводит к отставанию. Еще нам часто говорят, что стране просто не надо так много людей с качественным, высшим образованием. Мол, нет столько рабочих мест для образованных людей. Только вот, по-моему, это переворот проблемы с ног на голову. Образование, умение критически мыслить, умение осваивать новое – это право и достояние каждого человека. Достояние всего общества. А государство, существующее за деньги того самого общества, это право должно обеспечивать, способствовать созданию высокоуплачиваемых рабочих мест, которые нужны образованным людям. Обеспечивать возможность каждому получить то образование, которое он хочет и может получить. А пока проблем у российского образования много. Но результат у всех этих проблем один, и он печален. Хорошее образование традиционно было нашим конкурентным преимуществом, конкурентным преимуществом России. А сейчас мы это преимущество теряем, если уже не потеряли. Друзья, спасибо вам за хорошие вопросы. Пишите, оставляйте комментарии. И через месяц я снова отвечу на 5 самых сложных и интересных вопросов. До новых встреч!